Здравствуйте, меня зовут Дана. Я хотела задать вопрос. Я очень сильно раздражительная. Меня раздражают клиенты, мои ученики. Люди раздражают, в общем. А чем занимаешься, если не секрет? Ну, я мастер ресницей, красота, все, брови. Смотрите. Живу одна. Хорошо. Ну, вообще, лучше с кем-то жить, начать сразу. Ну, я развелась, маленький ребенок. Уже начинай, уже хватит. Смотри. Он не хочет. Кто не хочет? Муж захотится. А что, другого нету? Смотри, давайте... Другие раздражают. Только... Только он один меня не бесит, да? Ну, что-то как-то... Смотри... Во-первых, это раздражение надо выпускать, прокричаться. Ты не танцевала, я видел. Ты не кричала, я тоже видел. Тебе вот сейчас, когда будет, ты прокричись. Ладно, ну попробуй, тебе действительно станет легче. Просто научись. Давай. Сейчас же очень много верующих стало, да? Вот кто держит уразу там и этот... Замечали к концу у разы очень много раздражительных людей, которые держат уразу. Я как-то, знаете, снимал квартиру в Астане. И у меня душно, она вот, окна в одну сторону выходят, однокомнатно. Я вот так дверь приоткрыл, чтобы сквозняк был. И соседка проходит, она раз, ее закроет. Я ее опять. Она через полчаса опять. Потом выходит, и мы как-то... Я открываю, и она стоит. И она на меня, знаете, как кричала? Ты меня в такой священный месяц, блядь, раздражаешь, сука, бесишь. Ты, короче, я нарушил ее святость, я так понял. Это... Она внутри, да? Вот там же сказано, что нельзя нервничать в этот месяц, да? Нельзя ругаться. И вот она как пружина сжималась там 30 дней, да? И там на 31 день я ее разжал этой дверью. И у нее вот это все выплеснулось. Я понимаю, что после нашей ругани она додержит у разума, спокойно, больше никто не пострадает, надеюсь. Но вот это вот подавление эмоций, чему нас везде учат, это не совсем правильно, потому что эмоции надо выпускать. И чем больше будет в тебе зажатых эмоций, тем тяжелее тебе будет жить. Все наши болезни, они связаны с нашими эмоциональными блоками, и каждый блок, любая болезнь, она про что-то говорит всегда. И поэтому, если ты хочешь быть здорово и долго жить, то лучше эмоции эти выпускать. Это не значит, что надо на всех кидаться и кричать, но ты можешь их как-то поработать самой. Для самостоятельной работы можно просто писать письма прощения и там прощать всех. Очень много споров, что надо не прощать, а надо просить прощения. Но когда ты просишь прощения, я вообще не пойму, когда ты меня простил. Это же разговор сам с собой, я говорю, прости меня, пожалуйста, а ты мне что? Когда ты пишешь, я прощаю тебя за то, что ты сволочь, мудак, меня там кинул на деньги, или там ты меня просто бросил, или просто за то, что ты, сука, живешь, то я понимаю, когда это отпустило. Когда меня отпустило, я понимаю по своему состоянию. Поэтому письма прощения начнешь прописывать, будет очень много раздражений, все в бумагу бросай. Вот это борьба с подсознанием. Вот это сейчас, да, вот этот мастер-кит появился, потом работа с самой собой. В общем, самостоятельная работа через письма прощения приведет тебя к результату. Техники, которые самостоятельные, ты можешь упереться в свой основной коренной страх и это не проработать сам. Коренной страх выбивается ногами из тела. Вот честно, это практически вот так. Это надо пинать, избивать человека, прям трясти. Потому что самостоятельно мы не можем выйти трясти. Еще вдох. На каких? Вот я тебе сейчас расскажу. Я недавно ехал в пробки, да? Я уже тысячу лет не ездил в пробках, потому что в моей Алмате нету пробок. Я еду или в 10 утра, или, короче, в 7 утра. Но я не езжу в час пик. И получилось, что еду в час пик. И пробка. Ну реально, мы стоим, там некуда деться. И какая-то девушка, я это в фейсбуке вчера писал, она уперлась в жопу у меня, да? И сигналит вот прям, типа, а мне ехать некуда, куда я могу поехать? Я сижу, я ей так в зеркало, типа, ну, чумашь, она мне факт показала. И орет дурниной, рот не закрывается. Я думаю, простынет скоро. Потом думаю, может, она шнура поет, пусть этот. И мне стало полегче. Я над ней посмеялся. Потом она меня обогнала. Я встал за ней, посигналил так же. И восемь кварталов молча за ней ехал. Знаете, что в машине происходило? Когда я сигналил, там мужика вот такой, типа, сейчас я забью. После пятого квартала спесь с него спала. Они начали вдвоем уйорзать и поворачиваться. Ну, что я за ними так долго еду? Ну, я не специально. У нас действительно совпало. Мы в восемь кварталов, мы по Тулеби до Ленина, я за ним ехал. Перепугались они. И все. Ну, в общем, все превратив в шутку, просмейся просто. И все. Не надо в эти... В реакции впадать, в негативные. Потому что, когда ты в негативные реакции впадаешь, тебя начинают затягивать за собой. И ты с этого уже не выйдешь. Любая эмоция, которую ты проживаешь больше 19 секунд, это программа на ближайшие 40 дней. Поэтому за своими мыслями и за своими словами следим внимательно. Если ты говоришь, денег нет, 40 дней денег нет. На 20-й день ты говоришь, я же говорила, денег нет. Это к слову о том, почему самостоятельно человек не может выйти из депрессии. Потому что ты постоянно ее накручиваешь. Самое интересное, что когда ты человеку говоришь, надо читать аффирмации. Аффирмации никто читать не хочет. Мы уже в студии записали аффирмации. Я говорю, вот скидываю и слушайте. Вы почитайте ради интереса комментарии под этими... Этот, что за говно вы тут написали? Что за мерзкий голос? Это представьте, что у человека там в голове, что просто не нравятся аффирмации. Слава богу, их не я придумал, их свяше придумал, а мы просто записали. Что вы тут написали? А еще вопросы такие, что типа, а если у меня мужчины нет, а тут про мужчину можно пропустить? Пропусти, но у мужчины не будет, наверное. И многие говорят, что это тяжело. Я понимаю, что перестраиваться на другую волну очень сложно. Но ты же говнишь 24 часа в сутки. Это же намного сложнее. Ты же тратишь очень большое количество энергии на то, чтобы быть в негативе. Вы когда начнете это отслеживать, свои негативные эмоции, сколько энергии на них тратите, вы поймете, что вы просто... Это слив энергии колоссальный. Поэтому в аффирмациях нет ничего плохого. Поэтому в ютубе, когда забьете, там аффирмации для женщин, аффирмации для мужчин мы записали в студии, просто слушайте три раза в день, ничего сложного в этом нет. Просто послушайте и все. Через какое-то время у вас... Дай салфетку. Поплачь, отпустит. Да, да, да. Височные доли, когда болят, правая височная доля, отсутствие радости с мужчиной. Или как у мужчины. Левая височная доля, отсутствие радости с женщиной или как у женщины. Отсутствие радости как у женщины. Давай вдох. Давай я тебе чуть... Вдыхай. Ой, да, да, да. Да. Вдыхай. Давай. Вдох. Выплакивай. Ко мне какой-то мужик пришел очень стрессованный, я ему вот так сделал, он говорит, я не расчесываюсь, потому что мне больно. Да, да, ага. Давай. Вдыхай. Вот так. А теперь поплачь чуть-чуть. Давай. Вот так. Вот так, мой хороший, давай. И в голос. А-а-а, давай. Вот так. Еще. А-а-а, давай. А-а-а, давай-давай-давай. Голос дай. Рот открой. А-а-а. Вот так. Это привычки все зажимать внутрь. Давай. Вдох. Вдох. Отпустила голову? Ага. Выдох. Еще вдох. 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 Вдох.